Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре «Миссия Орехи». Отважные белки отправились в лесную чащу, чтобы пополнить запасы на зиму. Поможете им в этой нелегкой миссии? В небольшой квадратной коробке вас ждут карты белок, орехов и леса, а также правила игры. В центре стола случайным образом расположите карты леса квадратом 3х3. 12 карт орехов располагаются вокруг, рубашками вверх. Каждый игрок выбирает карту белки, за которую сыграет. На каждой стороне этой карты указано, будет ли игрок угадывать само изображение или его цвет. В начале игры можно выбрать любую сторону, а затем положить белку в начале любой тропинки. Ходят игроки по очереди по часовой стрелке, а в свой ход игрок либо идет по текущей тропинке, либо переходит на соседнюю. Если игрок решил идти по тропинке, он должен правильно назвать параметр на обратной стороне каждой из трех карт леса. Либо цвет, либо изображение, в зависимости от его белки. Игрок называет вслух предполагаемый параметр первой карты, а затем переворачивает ее. Если он назвал его правильно, игрок переходит к следующей карте. Если он назовет верно все три, он забирает карту ореха в конце тропинки себе в победные очки, а затем двигается на соседнюю тропинку. Но как только кто-то забирает любую карту ореха, остальные игроки тут же переворачивают своих белок. Если игрок не хочет идти по текущей тропинке, он тратит ход, чтобы сделать шаг на соседнюю. А как только один из игроков соберет суммарно пять орехов, он немедленно побеждает в игре. Для упрощения игры можно класть карты орехов в открытую, или вообще давать по одному очку за любую карту орехов. Можно сыграть и только с одной стороной карт белок. Для усложнения игры можно задать обязательным условием набрать ровно пять орехов, либо играть, пока не кончатся все орехи вообще. Миссия орехи это детская игра с соревновательным элементом, тренирующая память и планирование. А вы что думали, заготавливать припасы на зиму так просто?